Это кровавая луна, и на карте начали появляться первые вампиры. Их количество будет постоянно расти, и среди них нам предстоит выжить 100 дней. Сможем ли мы это сделать? Да, если найдем крутые пушки, будем исследовать руины и склепы. Сделаем ферму чеснока и защитим свою базу, ведь некоторые вампиры смогут разрушать все на своем пути. Моя команда подготовила огромную карту и сюжет, чтобы проверить мои силы в новых 100 днях Майнкрафт Хардкора. Секундочку, секундочку, это, кажется, самое что не есть настоящие вампиры. У нас есть какая-то руина, хорошо. И здесь есть лестница, здесь есть и лестница, поднимаемся скорей. Не-не-не-не-нет, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, 2 хп, 2 хп, 2 хп. У меня одно хп, ребята. Ой-ёй-ёй, гляньте, вот и они, это настоящие вампиры. И сегодня нам предстоит прожить здесь 100 дней. Выживание в мире вампиров началось достаточно динамично. Это первые 100 дней за всю историю канала, когда выживание начинается ночью. И кажется, я застрял на этой ветхой руине. Смотрите, что я здесь нашел. Окей, судя по всему, это пушка. И достаточно неплохая. У нас есть несколько вариантов. Первое, это дождаться, пока наступит день. Ведь, как мы знаем, вампиры ненавидят солнце. Либо попробовать сражаться с ними прямо сейчас. А, получай! Нормально, знаете, у нас даже есть возможная вероятность, что мы можем их победить быстрее, чем наступит рассвет. А ну-ка! Это, это что за наглость? Я тут сижу в домике, вообще-то меня нельзя трогать! Так, получай! Буквально через 5 минут моих попыток победить вампиров наступил рассвет. И к моему счастью, они пропали. Я в это не верю, ребята. Добро пожаловать в новые 100 дней в мире вампиров! Давайте спустимся вниз. Я так понимаю, что спускаться сейчас безопасно. Посмотрите, как спокоен и дружелюбен этот мир. Моя команда добавила огромное количество модов и сделала очень крутую карту. Так что нам точно будет что поисследовать. Но главное не ночью. В мир, куда попал Зимон, пришли вампиры. Изначально это была одна группа, но через несколько дней вампиризм охватил всю карту. Людям пришлось бросать свои фермы, дома и деревни, чтобы спастись от столь заразной болезни. Защититься помогал только изумрудный чеснок. А в битвах равных вампирам не было никого, не считая серебряного оружия, которого в этом мире было немного. Сразу ящичек. А, погодите, клык-оборотня. Ладно, пусть будет и какой-то меч, окей. Давайте для начала добудем дерево. И у нас есть, я так понимаю, какое-то время, пока не наступила ночь. Потом вампиров опять станет огромное количество в мире. И самое главное, знаете что? Их будет становиться постоянно все больше. Они будут становиться все сильнее. И в какой-то момент они даже не будут пропадать днем. Потому что вам стоит знать, что в этом выживании классов вампиров много. Есть вампиры-боссы. Есть вампиры обычные, которые просто появляются в мире даже днем. Они, я так понимаю, очень и очень слабые. Есть оборотни. И, конечно же, есть обычные NPC, с которыми мы можем просто разговаривать. Они могут тут идти. И в один момент, с наступлением темноты, они могут превратиться в самых настоящих вампиров. Вокруг меня было несколько заброшенных локаций. В первую очередь, конечно же, бросалась вампирная вышка. А также несколько руин вокруг. Это был заброшенный замок. Да, выглядело так, соревновато. И забытый склеп. Окей, верстак. Это самое первое и самое важное, что надо делать в каждом выживании. Давайте убежим отсюда подальше, а то не знаю еще, что тут может заспавниться. Вот эта лужайка мне больше всего нравится. Оп. Здесь будем делать свою первую базу. Первым делом, конечно же, нам нужна кирка. Судя по всему, рядом с нами есть еще пещера. Давайте добудем булыжник. Пока я был в пещере, на поверхности появилось огромное количество животных. Неожиданность в том, что они тоже могут стать вампирами. И даже с обычными курочками надо быть поаккуратней. Добыв булыжник и сделав себе инструменты, я отправился на стартовую локацию добывать кирпич, чтобы сделать себе сразу надежный дом. Окей. Как тебя зовут? Я вампирная корова. Понял. Вот так, если задуматься, на нашем канале ни разу не было темы вампиров. Поэтому я даже не могу ожидать, что нас ждет и можем ли мы вообще стать вампиром. Но давайте для начала самая позитивная новость в этом выживании. Это солнце. Это я. Если я стою на солнце, значит я уже не вампир. А то я знаю, вы в комментариях потом будете там теории всякие строить. Нет, судя по всему, в этом выживании мы с ними будем бороться. Первый день проходил достаточно обычно. Я возводил спокойно себе дом и только изредка видел странных существ на горизонте. Скажу сразу, забегая вперед, это тоже были вампиры. Вампиры низшего уровня. Они еще не горят на солнце, но при этом являются достаточно сильными. Для того, чтобы поставить под вопрос все мое выживание. С ними нужно было быть аккуратней. Вы только посмотрите, солнце уже практически садится. Можно сказать, что мы выжили первый день. И я даже смог построить себе вот такую небольшую башенку. На первое время, я думаю, нам этого хватит. К тому же нам придется исследовать огромный мир здесь. И возможно, мы найдем какую-нибудь другую руину, в которой поселимся. А пока мое железо плавится в этой печке, давайте дожидаться наступления ночи. Сейчас я собираюсь подняться на крышу и посмотреть, что у нас здесь происходит. Гляньте! Вампиры повсюду! На фоне красного неба еще, посмотрите, летающий вампир есть. Я уже представляю, что это выживание будет не из легких. Ой-ой-ой! Так, погоди-ка! Ушел-ка! Подожди, уйди! Уйди от меня, у меня перезарядка! Уйди! Стоп! Ты не Сэм! Ты не Сэм! Чего? Ё-моё! Кхм! Кхм! Что это было вообще? Кто такой Сэм? Второй день. С таким мушкетом мы тут точно не выживем. Он наносит слишком мало урона, долго перезаряжается, и у него вообще остался один патрон. Поэтому цель на сегодня сделать арбалет. Хорошо, что вокруг нашей базы было огромное количество засохших деревьев. Там было много паутины. Не прошло пяти минут, а арбалет уже готов. Ну, берегитесь, вампиры! Теперь вы у меня на прицеле. Третий день! Ночь пролетела без происшествий. Сегодня я отправляюсь исследовать заброшенный замок. Собственно говоря, я собираюсь сейчас отправиться исследовать этот замок. Не знаю, что меня там ждет. Единственное, что меня пугает, то сообщение, которое мы получили после конца первого дня, относительно того, что нам нужно найти какого-то Сэма. Давайте по-честному. Я не знаю, что это за Сэм, и что ему от меня надо. Ну, или вампир он. Или охотник. Я не знаю. Погодите. Это странно. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Что это за монстр такой? Вы это видели? Отлично, у меня еще и закончились патроны на арбалет. А у нас тут еще монстры. Наша цель на исследование этой крепости очень проста. Найти много всяких полезностей, которые здесь могут быть. Серьезно? Стеклянный нагрудник? Да ладно? А это что у нас тут? Я не очень хочу пить содержимое этих зелий. Учитывая, что в этом мире находятся вампиры. Лучше оставим это для того, чтобы сложить в сундук. Окей, здесь остался один единственный вампир. Он, видимо, спрятался под тенек. Это ему не поможет. Вот я сейчас как поем, в атаку! Опа. Одним меньше. Разобравшись абсолютно со всеми низшими вампирами в этой локации, я собрал много пшеницы, нашел целых 16 копий, которые можно было кидать. Думаю, как оружие это пригодится. И даже успел оценить обстановку вокруг. Ведь мы попали впервые на возвышенность. Что удивительно, мы сейчас можем отсюда посмотреть на другую часть карты. И вот так, если глянуть, локации вокруг других я не вижу. Чувствую, шагать пешком нам придется здесь очень много. Помимо этого, в этом замке я смог найти кусочки чеснока. Любые элементы чеснока давали нам устойчивость к урону от вампиров. Наибольшую, конечно же, давал изумрудный чеснок, о котором ходили только легенды. Но кусочки чеснока для начала были тоже неплохи. Так, давайте-ка спустимся вниз. Здесь у нас... Ага. Хвост скорпиона. И записка. С каждым днем жить становится труднее. Ночью появляется все больше этих непонятных существ. Попытка покинуть эти места будет неудачной. Ведь ночью некуда будет деться. Никто не знает, на что способны эти существа. Лучше держаться от них подальше. Поговаривают, что они забирают любителей гулять в ночной тьме. Фух. Не люблю я эти все записки. Из-за них играть становится страшно. Так, тут у нас последний сундук, видимо, в этой крепости. Фейерверк. И подзорная труба. Ну, я вампирная корова. Хм. Ладно, показалось. На этом третий день подходил к концу. Забегая вперед, могу сказать, что в этой крепости я пропустил кое-что очень важное. И, возможно, в будущем мы сможем сюда вернуться. Ночью вампиров было, как обычно, много. Я в домике. Ближайшие дни я проводил в шахте, сделал небольшую ферму. Иногда после шахты я даже не успевал прийти вовремя домой. И приходилось бегать от вампиров. Хорошо, что оборотней у нас пока еще в мире не было. К девятому дню я даже построил еще одну точно такую же башню. Вы меня, конечно же, хотите спросить, в чем смысл? Между этими башнями у нас протянется стена, а также ворота. Заходя вовнутрь, мы попадем на нашу территорию, где я собираюсь построить свой замок, свою базу. И, в общем, эти башни являются началом, началом нашей огромной базы. Десятый день. Утром у моего дома меня ждали гости. Это... это еще кто? Эй! Ладно. Так. Приветствую тебя, я Уильям. Охотник за вампирами и просто Искатель Приключений. И я пришел сюда не просто так. Я должен тебе кое-что показать. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а? Это... В ста днях у нас единственный раз, возможно, было что-то подобное в плане диалогов? Мы всегда можем либо согласиться, либо отказаться. Как и везде, в принципе. Ну, глаза у него не красные, значит, он не вампир. И на солнце он стоит. Думаю, ему, может быть, можно доверять. Нам придётся дождаться ночи. Возможно, придётся посражаться. Ты точно готов? Да, конечно, я самый доверчивый человек, которого ты знаешь, и поэтому я точно готов. Отлично, пришло время ждать. Я не знаю, ребят, что сейчас происходит. Блин, такого не было ни в одном нашем выживании. Окей, я просто продолжаю сейчас идти за этим NPC. Есть пророчество, понимаешь? Мы ждали веками, и вот ты. Ладно, речь не об этом. Ночью, когда появляется огромное количество вампиров, появляется кое-что ещё. Скрытые от света локации. В основном это склепы вампиров, но бывает, что и поинтереснее. Эти локации в мире появляются только ночью. В первую очередь, там множество полезных вещей. В особенности в редких данжах. Можно отыскать зацепки сюжета. Для обычного охотника это маловероятно. Но вот ты... Идём. Вампиры, давай, вампирюк, гаси вампирюк, гаси вампирюк. Фига себе, у него меч откидывает. Итак, мы пришли. Позади меня находится одна из таких локаций. Помни, твоя задача выжить здесь сто дней. Тебе придётся находить сотни разных решений. Находить общий язык абсолютно с разными персонажами. Перед тем, как мы отправимся в этот склеп, я хочу, чтобы ты знал. Вампиры пришли сюда не просто так. И связан с этим звёздами, ты должен найти Сэма. Ведь за ними скрывается большая тайна, чем вампирная чума. Я знаю, у тебя может быть много вопросов. Но сейчас посреди ночи, среди вампиров не время их задавать. Давай исследуем вампирский склеп. Воу-воу-воу. Это сюжетное выживание. Я даже предположить не мог. Возможно, здесь кроется действительно огромная история. Про этого Сэма я слышу практически из каждого колокола. А чё, дверь я должен открывать? Там вообще-то... Звуки не очень, эй. Алё. Походу, без меня тут никуда. Вперёд, капец. Ё-моё. Офигеть, сколько здесь вампирюк. Так, надеюсь, нашего чувака не уничтожат. И самому бы ещё как-то выжить. Вампиры выглядят очень жутко. Надо помогать этому нашему чуваку. А, судя по всему, он сам со всеми разобрался. Ага. Заходим внутрь, ладно. Надо бы перекусить. Офигеть, гляньте. Это настоящее вампирное логово. Спокойно, 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 спокойно. Так, ладно. Всё, вот, молодец. Какой-то крутой шлем. Посмотрите, намного круче, чем у нас. Это ещё что? Облако в бутылке, ладно. Шесть патрон и алмазы. Ага, судя по всему, в этих локациях лут действительно намного лучше. Окей, давайте подойдём, можно ли поговорить с нашим челом. Ну ладно, дерёшься ты неплохо. Свою миссию я выполнил. У меня не так много друзей, поэтому ещё увидимся. До скорой встречи. Офигеть. Это невероятно. Это какой-то новый уровень вообще проработки моей команды. Что ж, я думаю, что больше с вампирами этой ночью я встречаться не хочу. Этот склеп мы залутали. С утра сходим посмотреть, реально ли он пропадёт. А сейчас давайте возвращаться домой, пока меня каким-то ещё оборотней не уничтожили. Да, добавить тут, конечно, нечего. Вампиры очень достовучие и очень опасные. Поэтому я решил отвлечься и поиграть в свою любимую игру. War Thunder это бесплатный масштабный многопользовательский экшен, в котором наземная воздушная и морская техника сражаются в динамичных битвах на локациях по всему миру. Ты можешь играть как хочешь, прорывая оборону на танке, прикрывая войска с вертолёта или пикируя на врагов на истребителе. Полная свобода действий. В игре огромный выбор танков, самолётов, вертолётов и кораблей на любой вкус и цвет. Всю технику можно прокачивать и кастомизировать, чтобы сделать свою боевую машину уникальной. Использую все современные военные технологии. Ракеты, дымовые завесы, тепловизоры, да хоть ядерная бомба. А современная графика и реалистичный звук окунут в атмосферу динамичных сражений. Помогите! Напали на меня! Огонь из всех стволов! Недавно в игре вышло крупное обновление. Теперь можно бороздить воду на французских боевых катерах. Испробовать советский фронтовой бомбардировщик Су-24М и воевать на легендарном линейном крейсере Измаил. В небе, кстати, появилось два новых китайских истребителя. Плюс добавили десятки улучшений, которые просили игроки. Так что качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании. Если ты новичок или не заходил в игру больше полугода, тебя ждут классные бонусы. Самолёт Ла-5 и танк Т-34 на неделю, 100 тысяч серебра, 3 премиумные машины и другие бонусы. Не пропусти! Сезон бонусов с советской техникой скоро закончится. После всех вчерашних событий я хотел действительно заняться строительством. В моих сундуках было уже очень много разного мусора и пришло время расширяться. Новый день, ребята! Ой, что вчера было? Вы всё видели сами своими глазами, я даже комментировать это не буду. Ладно, всё-таки прокомментирую. Оп-оп-оп-оп-оп. И подножкой. Раз, два, три. Ха! Так, спокойно. А ещё вот такой у меня танец есть! Ха! Давай, раз, два, три. Поехали! Мы познакомились, получается, с каким-то Уильямом, который нам дал столько информации по поводу местного сюжета. Нам нужно найти какого-то Сэма. Справляться с этими вампирами. И мы даже узнали, что, получается, какие-то локации можно исследовать ночью. Пока это всё для меня очень необычно, мы будем пытаться разгадать все вообще тут всякие пересплетения сюжета. Но что самое главное, нельзя забывать про хардкорность этого выживания, что помимо этого всего сюжета, здесь огромное количество монстров, которые хотят меня уничтожить. И в общем, если мы с ними не разберёмся, то мы сами превратимся в вампиров. Надо поесть. Весь одиннадцатый день я занимался воротами. Блоков кирпича постоянно не хватало, поэтому приходилось ходить в ближайшие локации, добывать этот самый кирпич. Оставшиеся час дня я занимался воротами, и уже на двенадцатый день они были готовы. Ближайшая цель по нашему выживанию – оградить свою территорию, чтобы на ней можно было спокойно разгуливать, выращивать пшеницу, заниматься крафтами и спокойно отдыхать, в то время как вампиры ни в коем случае не смогут попасть внутрь. Ух, пятнадцатый день, мы это построили. Также одной из наиболее важных целей на данный момент – это возможность путешествовать по миру ночью, чтобы исследовать те самые тайные локации. Для этого нужна как минимум хорошая броня, а как максимум достаточно патрон на наш пистолет. В ближайшие дни я собрал ресурсы для стрел, а также для пулик для нашего пистолета. И по дороге даже встречал очень необычных вампиров. Я вот пока иду вдоль дороги, заметил, что вот там вот есть очень-очень странные вампиры. Я думаю, что нам лучше как-то обойти это все дело стороной. Иначе, как вы понимаете, нам хорошо точно не будет, мы еще к этому не готовы. По итогу мне удалось найти тростник и даже сделать на следующий день около дома небольшую ферму. Добычу гравия я решил объединить с добычей угля и железа, а также золото для золотых яблок. На следующий день я наконец-то смог пополнить свой боезапас. И теперь был готов отправиться ночью на поиск появляющихся локаций. Вот и наступила ночь, ребята. Я уже вижу появившийся первый склеп. Вампиры все пытаются меня достать, чтобы съесть. Погодите, и вот там уже я вижу вторую локацию она появилась. Окей, знаете, я просто раньше не замечал, потому что ночью практически не вылазил из дома. Либо смотрел, как просто добежать быстрее до дома. А отсюда с башни все действительно видно. Блин, но я с ними не справлюсь, ладно? Подкрепимся хлебушком. И погнали! Побежали! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребяточки. Их очень много, ребята, их очень много. Наша задача просто сейчас попасть внутрь и там закрыться. Ой-ой-ой, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Давай-давай-давай, есть. У-у-у! Здесь никого нет, нам повезло, нам повезло, давайте поедим хлеба. Окей, на такие случаи у меня есть золотое яблочко. Что у нас здесь? Какой-то прицел, хорошо. Это что еще? Это достаточно неплохая броня, смотрите. Она даёт целые девять защиты. Здесь у нас какая-то... Что она делает? Обычная зажигалка. И даже незеритовый слиток. Вау, здесь даже улучшение можно поставить. Но, к сожалению, именно на этот револьвер поставить вот этот вот прицел мы не можем. Теперь главный вопрос, как нам отсюда выйти? Окей, просто побежали. Побежали, побежали, побежали. Окей, вампиров очень много. Получайте. Нам действительно стоит поменять пушку. Луна уже скоро сядет обратно. Нам нужно торопиться. Я подбегаю к следующей локации, ребята. Ой-ой-ой, быстрей, 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 быстрей. Быстрей, быстрей. Я еле успел это сделать. Так-так-так-так-так, там еще появились, оказывается. Окей, у меня осталось всего пол-ХП. Я вас вижу и надеюсь с вами справиться. В принципе, пока что у нас первый этаж достаточно плачевен, наше здоровье тоже. Можно подняться на верхние этажи. Не слышу, чтобы здесь были вампиры. Окей, я действительно надеюсь, что я их здесь не встречу. Это что еще такое? Опа! Вот это тема! С этим, конечно, с вампирами будет справляться полегче. Погодите, у меня одно ХП. Что я буду делать с вами? Так, поднялись, 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 поднялись. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, а здесь у нас что? Окей, так, все, забираем это все. И давайте спускаться как можно скорее. У нас еще внизу целая неисследованная комната. Быстрей-ка покушаем, чтобы восстановить здоровье. Окей, готово. И давайте золотое яблочко съедим. Теперь, ребята, я готов к битве с вампирами. Так, получайте! Ну все, вампиры, вы мне не страшны. Так, что у нас здесь? Отлично, я не знаю, что сказать, что это. Просто положим пока что сюда. Золотое яблочко. Супер какой-то новый меч. Отлично. Забираем это все и сваливаем отсюда скорее домой. Окей, ребята, вы мне до сих пор страшны, но теперь хотя бы у меня есть пушка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Понятно, лучше бежать, лучше бежать, лучше бежать скорее. Когда там рассвет, блин, уже. Ой-ой-ой-ой, что происходит, что происходит, что происходит? По итогу от этих вампиров я все-таки смог убежать. И как только я добежал до дома, наступил рассвет. Пока что это была самая напряженная ночь в этом выживании. Зато у нас получилось добыть много новых ресурсов, которых без этой вылазки у нас бы добыть не получилось. На 21 день я решил продолжить заниматься строительством. Сейчас это мой самый главный приоритет. Нужно было закончить замком. На добычу нужных блоков, походов в шахту, разбор руин. И само строительство у меня ушло целых 5 дней. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, ребята, у нас 26 день. Как вы можете заметить, я доделал свою базу настолько, насколько это возможно. Hello, это у нас овечки, которых я спас, чтобы они не стали вампирами. Пока что из здания у нас есть вот такой вот склад с огромным количеством печек. Примерно их... Так, сейчас... Так, сколько? 18 штук. С математикой всегда было плохо. Здесь у нас есть много сундуков. Все для того, чтобы складывать все вещи, которые мы будем находить в этом вампирном мире. Если захочется посидеть, то можно посидеть вот за этим столом. Большинство вампиров за ним сидеть не смогут, потому что оно находится на солнце. Ну и, конечно же, я немного, так сказать, приукрасил свои фермы, сделал тут больше света. И, если вы не заметили, появились классные стены с вот такими вот башенками. Обзор закончен. Теперь отправляемся на исследование локаций. И одна локация как раз-таки у меня сразу на примете есть. Кстати говоря, смотрите, у нас есть вот такой вот прицел. Я его находил вместе с этой пушкой, только в разных сундуках. И я думаю, что его сюда можно поставить. Так. Да, смотрите, реально можно. Окей, теперь это самое, что ни на есть, настоящая винтовка. А ну-ка. Так, ну с этой штукой реально целиться приятней. Подхожу ближе к этой локации. Кстати говоря, у нас еще ни разу в этом мире не было дождя. По факту в дождь солнца нет. Это значит, что вампиров должно спавниться в это время очень много. Так. Опачки. Судя по всему, мы попали на какое-то кладбище. Нас, конечно, больше интересует вот это здание. Давайте зайдем внутрь. Ой-ой-ой-ой. Это еще что такое? На тот момент я даже не подозревал, что эта статуя была одним из самых опасных вампиров. Но оживал он только ночью. И это меня спасло. Так, вороны, может вы мне объясните, что тут вообще происходит? Окей, это, судя по всему, статуя. Но выглядит она как-то... Как будто бы, знаете, этот монстр, он просто под солнцем застыл. Вот он прям на солнце смотрит. Бить его никак нельзя. Так что давайте залутаем ящик. Чеснок! Приготовленный чеснок, смотрите. Также патроны какие-то, не знаю, что это за патроны, нам такие не подходят. Ну, нормально на самом деле, для первого ящика это окей. Я надеюсь, конечно, найти тут что-то поинтереснее. Странно, что тут нет тех монстров, которых я видел издалека изначально. Так, записка какая-то. Давайте для начала все до конца долутаем. Железо, окей. Курица и... Так, ну, стеклянные боты нам точно не нужны. Записка. В темном уголке, где шумит ручеек, растет огородик чеснока. Ароматный цветок. Он заботы не требует, растет в тишине. Это, судя по всему, какая-то подсказка. Вампир, не делай вид, что я тебя не вижу. Да, вампир, конечно, ты спалился. Твои ноги, видно, за километр. Вот и все. В записке говорилось о чесноке. Я так понимаю, что, скорее всего, он где-то тут может расти. Так, погодите. Водоем. Там, правда, был ручеек. Возможно, это и имеется в виду. Погодите. Мы нашли озеро чеснока. Это была просто отличная новость. На этом озере мне удалось собрать целых 8 штук чеснока. Вороны, кстати, были против, но их разрешения я не спрашивал. Это на самом деле нехорошо. В мире появились вороны. Я вам отвечаю, они прям повсюду. В предыдущие дни этого не было. Ладно, окей. Мы нашли чеснок. Это просто великолепно. Сейчас будет садиться солнце. Поэтому давайте возвращаться скорее домой. Утро 27 дня. В мире произошли конкретные изменения. Ведь с утра на мой дом напали вороны. Ё-моё, ребята, что тут происходит? Вороны, блин, они воруют пшеницу мою. А ну-ка не трогайте. Не трогайте. Они собирают всю пшеницу. Блин, что вы тут забыли? Кыш, кыш. Улетайте-ка отсюда вообще. Нечего тут мою пшеницу трогать. Это какой-то ужас, ребята. Просто сколько тут ворон. Давайте-ка соберём все остатки, которые есть. Они собрали практически всё. Всё, нечего вам тут ловить. Вороны это точно не хороший знак. Мне это не нравится. С воронами надо было что-то делать. Птичек я уничтожать просто не мог. Поэтому решил скрафтить несколько пугала. Оно, кстати, реально отпугивает этих птиц. Для этого нужно было немного ниток, пшеницы и палок. Вороны хоть и в мире остались, но теперь мои фермы в безопасности. Потому что у нас есть вот такие вот великолепные чучела. Ё, вампирное чучело. И ещё они являются, так скажем, мишенями. Смотрите. Оп! Можно оттачивать на этом свои выстрелы. Сейчас уже будет ночь, так что будем дожидаться следующего дня. Ночью того же дня вампиров вокруг было действительно много. Но попасть внутрь моей защищённой базы они никак не могли. Проснувшись на 28-й день, я решил ещё сильнее укрепить свою базу. У меня появилась просто гениальная идея. Это настоящий чесноковый барьер. Собственно говоря, идея в чём? Для начала мы сделаем ферму чеснока. У нас он есть и мы можем спокойно сделать его ещё больше. А вторым рядом мы сделаем стенку из этого выращенного чеснока по всему периметру нашей базы. Идея была очень крутая, но на её реализацию нужно было время. В первую очередь нужна была третья ферма. Но здесь без второго этажа вообще никак не обойтись. Придётся его делать. Места у нас немного, у меня тут столько всего ещё запланировано. Поэтому будем оптимизировать пространство. Посадив обратно пшеницу на первый этаж, сделав ещё одно пугало и засеяв чеснок, я начал приступать к его выращиванию. У меня скопилось какое-то количество костной муки, что позволило мне очень быстро расширить ферму. На 29-й день я уже успел сделать одну стенку из четырёх. Всем моим планам помешал 30-й день. Да, дальше нашему герою придётся непросто. Ведь до 30-го дня были только вампиры низшего уровня. Чего нельзя сказать теперь. Теперь в мире появились оборотни. Те самые существа, прячущиеся в тени. А самое главное, влияние сюжета на выживание будет только усиливаться. Сэм, ты там где? У меня огромные проблемы, потому что, кажись, они добавили оборотней. Ё-моё! Посмотрите, всё продумано. Как хорошо, что всё продумано. Как вы видите, у нас здесь чесночный забор, и они никак его не могут пройти. Реально, смотрите, оборотни добавили, оборотней. Окей, знаете, вам лучше уйти отсюда. Чеснок очень хорошо выдерживает. Это невероятно работает. Так. Ну, не знаю, что мы будем делать. Пытаться просто с ними разобраться, так сказать, чтобы не подпустить их. Что? Что же, что происходит? Что происходит? Ё-моё, это ещё кто такой? Пожалуй, мой мир. Да, это круто звучит. Теперь это мой мир. Меня зовут Кролиус. Ты, ты не помешаешь моим планам, Лизима. Я слишком, я слишком долго был в тени. А если тебе хватит смелости, не лезь не в своё дело. И не пытайся тут выжить. И не пытайся его найти. У тебя ничего не выйдет. Офигеть! И только летучие мыши от него остались. Ребята, мне это вообще не нравится. Блин, ещё оборотни эти. Судя по всему, дело серьёзное. Кажись, мы потревожили главного из вампиров. Помимо того, что на 30-й день появились оборотни, так ещё со мной заговорил самый главный из всех вампиров. То, что он мне сказал, действительно меня напугало. Знаете, что я действительно думаю? Я думаю, что далеко от нашего дома мы не уходили ещё ни разу. У нас не было ни одного путешествия. И думаю, что сегодня нам стоит это исправить. В принципе, я сейчас собираюсь сделать немного хлеба. И погнали. Окей, я пока не знаю, в какую сторону я собираюсь отправиться. Но я думаю, что время покажет. Возможно, стоит сходить в ту сто... Уильям! А ты что тут делаешь, так? Судя по всему, ты встретился с ним. Да, встреча не из приятных. Среди всех вампиров он является самым главным. И боюсь, если мы ему не помешаем, всему миру настанет конец. Опа-на, ребята, звучит неплохо. Получается, Уильям хочет мне помочь. Знаете что, дорогие подписчики? Мне нравится, что он говорит мы. Значит, он мне с этим совсем поможет. Окей, можно спросить его пару вопросов. Расскажи об охотниках за вампирами. В наш состав попасть достаточно трудно. Лагеря наших охотников раскиданы по всему миру. Мы стараемся сражаться с вампирами, насколько это возможно. Но их становится всё больше. Недавно ещё, сам знаешь, появились оборотни. Думаю, что если ты более детально прогуляешься, ты обязательно сможешь найти моих друзей. Окей, ладно, можно задать ещё один вопрос? Расскажи мне подробнее о том, кто такой Сэм. Честно сказать, о нём ходят легенды. Его не видели многие годы. Как я слышал, это соломенная игрушка, у которой есть душа. Но с наступлением вампирной чумы он пропал. А ещё тебе надо его найти. Мне это сказали звёзды. С такими предсказаниями стоит быть поаккуратней. Окей, ребята. Мы узнали немного больше про предводителей вампиров. И всё-таки думаю, чтобы действительно выжить тут 100 дней, надо исследовать окрестности. Мир, как вы понимаете, очень большой. И думаю, пришло время начать его исследование. На 31 день, кроме вампиров и пара руин, я особо ничего не отыскал. В эти дни исследования я действительно осознал, насколько же огромная карта. Дороги прокладывались на тысячи и тысячи блоков. В это же время в изучении карты я был аккуратен. Как вы понимаете, нам ни в коем случае нельзя было ночевать за пределами дома. Это бы обозначало стопроцентный проигрыш в этих 100 днях. Вместо этого я исследовал по кусочкам и пытался доделать свою стенку из чеснока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но вот на 36 день я обнаружил лагерь охотников за вампирами. А ну-ка гляньте. Я не знаю, что это за место, там видно паутину. Возможно, это какая-то база, причем расположенная в деревьях. Вампиры, как обычно, везде. Окей. Позади еще виднеется маяк. И там даже что-то светится. Ладно, давайте начнем с этой локации. Как оказалось, этот лагерь охотников был заброшен. Может быть, тут что-то произошло. Во всяком случае, следы вампиров были. Смотрите, тут есть какие кирпичи раскиданные. И паутины много. Вот тут есть костер, и он потухший. Так. Ага, у нас вампирюга еще здесь. С ним я уже научился справляться. Что интересно, вот этот маяк в тумане. Он выглядит невероятно. И получается расположен среди какого-то озера. Думаю, его исследовать мы вернем все чуть попозже. Оп, ящичек. Так, железо тут было и какие-то стрелы. Это чесночные стрелы. Офигеть. Вот это против вампиров нам очень поможет. Продолжая исследовать карту на 37-й день, я встретил одну из ключевых локаций на этой карте. Сожженную деревню. Гляньте. Я, кажется, нашел очень интересную локацию. Это какая-то деревня, как будто бы испепеленная. Окей, вокруг очень много вампиров. Но еще патроны, как назло, закончились. Гляньте, тут абсолютно все уничтожено. Какие-то ресурсы, железо. Интересно, что в самой деревне абсолютно нет вампиров. Только вокруг. А? Погодите. Так. Это кто еще такой? Я отсюда не уйду. Делай со мной что хочешь. Если ты вампир, все, мне уже все равно. Они пришли. Они пришли, уничтожили абсолютно всю деревню. Да, многие, кто выжил, они переехали в безопасные места. Я свою деревню бросать не намерен. Я останусь здесь. И уходи. Тебе здесь делать нечего. Так, вопросы. Знаешь ли ты, кто такой Сэм? Эм, я, я, я думаю, это из-за него. Он жил в этой деревне, ну, был талисманом, что ли. Потом в один момент пришли они, и он пропал. С тех пор говорят, что его никто не видел. Что ты знаешь о вампирах? Да ничего не знаю, кроме того, что они уничтожают все на своем пути. С ними надо быть аккуратным, особенно ночью. Опачки. Фух. Получается, мы смогли поговорить с тем, кто жил в этой деревне. И оказывается, здесь, получается, был Сэм. Также мы узнали, что это какая-то соломенная игрушка. А здесь мы узнали, что это талисман, у меня уже начинает складываться очень какое-то понимание вещей. Но что интересно, непонятно, где его искать. Непонятно, каким образом здесь замешан этот главный вампир, который появлялся. И вообще непонятно, что меня дальше за вампиры будут ждать в этом выживании. Потому что, как вы понимаете, их становится все больше и больше. Сейчас я предлагаю возвращаться домой. Потому что, в принципе, очевидно, что делать здесь нечего. Поскольку вампиры будут становиться сильнее, и их новые виды будут только появляться, надо было выбрать, какую броню я буду крафтить. Различных сетов на разную защиту здесь огромное множество. Я выбрал вот такие вот доспехи. Чтобы их сделать, придется очень сильно постараться. Для основы придется собрать Незерит, а также души вампиров и многие другие ресурсы. Смотрите, у нас есть несколько вариантов, каким образом мы можем собрать Незерит. Первым делом, все мы знаем, что он спавнится в Незере. Для этого нужно делать алмазную кирку, добывать обсидиан, получается. Идти его искать, выкапывать. Или есть второй вариант, куда более интересный. У меня уже есть пару слитков. Я их находил в вампирских локациях, которые появляются у нас ночью. Помните? Получается, можно таким способом. Я на самом деле думаю, что мы выберем его. Просто потому, что это интереснее. И к тому же мы можем найти, может быть, какие-то другие части какой-то другой брони. Хотя сомневаюсь, что сможем найти такой сильный. И, конечно, патроны, пушки, может, много всего интересного. Какие-то сюжетные повороты. В общем, исследование этих сумречных локаций, это очень важно. И думаю, что мы все это дело совместим с поиском Незерита. Ночью 39-го дня вокруг моей базы локаций было не видать. Я решил, что не буду рисковать и остался в эту ночь дома. Новый день. И у меня очень плохие новости. Посмотрите вокруг. Эти самые вампиры, которые самые жесткие пока что в массовости своей. Они теперь не пропадают. Они не пропадают днем. То есть теперь я буду выживать с ними абсолютно постоянно. Это просто жесть. Я не хочу вообще с ними видеться. Модификация вампиров привела к улучшению старых и к появлению новых видов. В особенности суперопасных. Высших вампиров. В светлое время суток 41, 42 и 43 дня я добывал вторую часть компонентов для брони. А ночами этих же дней я лутал Незерит и огромное количество новых пушек вместе с патронами. Ох, друзья, новый день. Вот такие вот ресурсы у меня удалось найти за все эти три ночи. Честно сказать, здесь очень много новых пушек. И самое главное, мы смогли найти 9 Незеритовых слитков. Но, как вы понимаете, на полный сет нашей новой брони этого не хватит. Кстати, о пушках. Абсолютно новых всего три штуки. Первый это вот такой вот тоже дробовик. Дальше идет интереснее. У нас первый автомат. И еще один. Выглядит круто, не считая того, что на все это нужно много патронов. И они все еще различаются. Короче, надеюсь, нам этих пушек хватит. Сегодняшний день я потратил на то, чтобы полностью завершить защиту чесноком своей базы. Помимо этого, успел сходить в шахту и накопать новых разных руд. В будущем они нам точно понадобятся. 45-й день. Утро. По всему миру стало появляться больше таинственных статуй. Во что они превращаются ночью, вы знаете. И для нас это сейчас самая большая угроза. Сейчас мы узнаем, как сильно вы верите в Зимона. Потому что ему предстоит встретиться с очень опасным типом высших вампиров. Помните ту статую, которую находил Зимон? Так вот, статуя ожила. Ё-моё! Это что было? Ах ты ёк-макарёк! Вампир проходит! Спокойно, спокойно, спокойно. Пушек набираем всех, которые есть. Где он и что это было? Вот он! Вот он, вот он, вот он, вот он, смотрите! Так, 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 назад, назад, назад! Офигеть! Ё-моё, что происходит? У меня база тут ломается полностью! Стоять, 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 стоять! Так, нет, 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 нет! Так, стой, где стоишь! Что это за... Офигеть, ребята! У меня практически не осталось патрон! Всё! Есть! Мы уничтожили его! Офигеть, дорогие подписчики! Ё-моё, ресурсы! Если таких вампиров в этом мире будет становиться всё больше, ни одна моя база такого не выдержит. Да, восстанавливать тут придётся очень много. Посмотрите, какие дырки у нас! Ещё и вампиры днём не пропадают. Понятно одно, против вот таких вот вампиров вся эта моя система чеснока, она вообще не работает. Чтобы сражаться с такими высшими вампирами, нужно что-то посерьёзней. И, конечно, надо подумать над дополнительной защитой. Колючей проволоки, я не знаю, там, 35 грядок чеснока. Но с чесноком, не знаю, как по мне, против таких монстров это вообще не рабочая тема. Ситуация с базой меня очень сильно расстроила, потому что помимо стены у нас пропала целая башня. Но в это же время появился Уильям и отвлёк меня от этой проблемы. Уильям, первым делом ты застрял немного в заборе. Наверное, надо помочь. Так, ладно, что у него на этот раз? Привет, Зимон, я тут сделал одно открытие. Я должен тебе это показать. Согласиться, отказаться. Ну, конечно, давайте посмотрим, что там. А, погодите, чего, экран темнеет? Ну вот мы и пришли. Мы сейчас находимся около очень большого склепа. Вот теперь-то я тебе кое-что покажу. Окей. Так, идём за Уильямом. Ага. Посмотри, это огромный подземный данж. Таких во всём мире очень много. Ты можешь исследовать их, чтобы получать дополнительные ресурсы. Но будь аккуратен. Вампиров там может быть очень много. Так что, попробуешь его сейчас исследовать. Либо вернуть тебя домой. Так, нет, погодите, погодите, погодите. Наверное, сейчас у нас не получится. Я вообще не знаю, что нас там ждёт. Лучше подготовиться, вернуться домой и с утречка отправиться. Так что верни меня домой. Ну, я просто должен был с тобой этим поделиться, потому что открытие невероятное. Я исследовал один такой склеп. Там реально очень много полезного. Ладно, на этом я пойду. Увидимся. Окей, Уильям. Спасибо за такую информацию. Думаю, что на днях можно таки слепо сходить поискать. На 46 и на 47 день я продолжал восстанавливать свою базу. Всё-таки после повреждений это всё делать не так просто. 48 день. Сегодня смог сделать штаны из того самого сета. Я решил, что не буду полностью одевать сет, пока не сделаю все 4 части. А то изнашивать по отдельности как-то непрактично. Сегодня я изучал крафты мечей, топоров и копий. Пытался выбрать то, что нам тоже нужно скрафтить. И остановился вот на таком вот топоре. Крафт у него был нелёгкий. Придётся снова сражаться с вампирами. И исследовать склепы для того, чтобы найти нужное количество ресурсов. Честно, после нападения того высшего вампира сейчас немного страшно передвигаться. Тем не менее, с такими пушками эти вампиры пока что угрозы вот так вот по одному не представляют. Плюс много всего с них падает. Я вот отказался тогда исследовать идти, получается, этот склеп. А вот сейчас я думаю, блин, а может надо было и согласиться. Потому что сейчас вот его искать по всей карте, это не такая простая задача. Сегодня собираюсь отправиться в ту сторону карты, которую я вообще ещё не исследовал. Ну и конечно собираюсь найти что-то полезное и в первую очередь склепы. В первую очередь я конечно встретил не склеп, а очередные небольшие руины. Похоже на какие-то заброшенные руины. Так, надеюсь внутри у меня никого не будет. Да, здесь чисто. Ладно. Это что ещё такое? А ну-ка давай, патрон на тебя тратить ещё. Алмазик смотрите нормуль. Ага, еда. И даже виллы, кстати говоря, как были у того фермера. Ладно, пусть они будут. Они наносят 9 урона, не то что будут. Конечно, конечно, лучшая борьба с вампирами с помощью этих вилл. Теперь понятно, почему тот фермер ими пользовался. Проверим вот на этом вампирюге. Нормуль. Вообще, отличненько. Солнце уже постепенно садилось за горизонт. Но склеп я всё-таки нашёл. Смотрите, это место как будто бы похоже на то, в котором я был с Уильямом. Да, как будто бы это оно и есть. Офигеть, реально. Окей, совпадение так совпадение. Единственное, вы можете подумать, что у нас проблема, что солнце у нас, как говорится, скоро сядет. И будет вампиризм вообще повсюду. Я же думаю, в свою очередь, что переживать не стоит. Я сейчас чуть-чуть накопаю блоков. Закрою в первую очередь вход. Вот таким вот незамысловатым образом. И в принципе, я предполагаю, что мы можем всю ночь провести в этом данже. Патроны у нас есть. Копки я даже взял, между прочим. И чеснок. И его, кстати, нельзя есть. Спустившись аккуратно вниз, вы удивитесь. Таких данжей в Майнкрафте я ещё не видел. Моя команда действительно постаралась. Как вы понимаете, пути у нас обратно нет. Потому что уже прям началась во всю ночь. А вот они и вампиры, смотрите. Ой-ой-ой. Тут вампиры какие-то необычные. Так, подождите, подождите, подождите. Я-то наверх не очень хочу подниматься. Давайте-ка... У меня копии есть вообще-то. Ладно, лучше, короче, перезарядить всё оружие. Окей, там есть новый вид вампиров. Мне даже интересно их поближе рассмотреть. Летучие мыши тоже необычные. Вау. Оно выглядит... Очень интересно. Перекусим. Ага. Сколько у вас ХП? Ну, ХП у них много, считайте. С двух выстрелов всего можно убить. Патроны, штаны какие-то. Они, кстати, похуже наших железных, поэтому пусть будут в инвентаре. Окей, надо быть действительно аккуратным. Здесь очень много монстров. С следующими мышами вот с этими можно, в принципе, с помощью Вилл сражаться. Он был просто гигантский. И изучать тут было очень много чего. Еда и, судя по всему, патроны. Ага, а вот получается тоже вампир, посмотрите. Патроны лучше экономить. У нас в этом выживании их немного. Моя команда добавила хардкорности. В данже было очень много ящиков, но больше всего меня интересовали вот эти ворота. До которых я дошел не сразу. Вот эти вообще неприятные. С ними лучше издалека, конечно, сражаться. Перезарядочка. Подожди меня, подожди, подожди. Бежи. Это еще что такое? Посмотрите, какая моделька. Знаете, интересно, можно ли с этим взаимодействовать. Во всяком случае, тут изумрудного цвета ящик. Так, я нашел какой-то амулет. Отлично просто. Этот амулет давал очень крутую способность. Он в рандомный момент позволял ударить моих врагов молнией. Абсолютно автоматически. Посмотрите, у меня уже полный инвентарь. Я так понимаю, это последняя комната для исследования. Ой-ой-ой, смотрите. Кусок нижнего мира как будто бы. Вот тебе и на, конечно. Алмазик и изумруды. Отлично. Я так понимаю, что этот весь данж мы исследовали. Тут реально было очень много всего крутого. Даже вот этот глобус я предлагаю забрать домой. Теперь думаю, что надо дождаться утра, если уже утро не наступило, и спокойно подниматься наверх. На самом деле, я закончил исследовать данж прямо в тот момент, когда наступил рассвет. Пришло время подниматься аккуратно наружу. Кстати говоря, 50-й день. Давайте отсюда сваливать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вы знаете, да, кто это? Вы уже знаете, да, зритель? Вот эта вот штука, вот эта вот штука, вот все вот эти штуки, они ночью у нас оживают. Вы сами видели, вот что это превращается. Я рад, что я с вами не встретился ночью. Пришло время отсюда уходить. Возвращаясь домой, я только думал о том, как мне чудом повезло избежать с ними столкновения. С 50-го дня в мире их до чего спавниться действительно много. Я ощутил это, пока бежал домой. Статуи уже были повсюду. Конечно же, надо было ускориться в создании нашей брони. Иначе, я думаю, нам тут не выжить. На 51-й день, собирая урожай на ферме, я услышал звуки лошадей. Звуки вели меня к дороге. Там стоял торговец. Стоямба. Это еще что за чучело? А, это не чучело, это какой-то чел. Добрый день, путник. В свое время меня прозвали Серебряный Торговец. Так и ношу это имя. Ты можешь сражаться с вампирами чем угодно. Но сила в серебряных ушках. Сила в серебряных копьях. Это то, что позволяет нам побеждать. А так у меня скидки на весь ассортимент до конца сегодняшнего дня. Эээ, ладно. Так, хорошо. Давайте посмотрим, что он продает. Это Торговец. Серебряные пушки, копья, какие-то свитки. Окей, знаете, мы могли бы у него на самом деле купить Серебряную пушку. Потому что наши, они, да, они неплохие. Но, как вы могли заметить, этими пушками уже с высшими вампирами не посражаешься. Конечно, для того, чтобы действительно сражаться с вампирами, пушки должны быть именно Серебряные. Пушку я себе все-таки купил. Очень и очень крутую. Посмотрите, она очень крутая. Давайте вот так еще подробно осмотрим. Моя первая Серебряная пушка. Стреляет она, правда, зеленым. Вот таким вот образом. Но, наверное, так и должно быть. А, смотрите, она еще светится. Интересно, можно ли снять вот этот прицел отсюда и повесить сюда. Ребятушки, ребятушки. Все. Думаю, что с вампирами теперь будет справляться намного легче. В ближайшие дни пролетали очень незаметно. Нужно было в первую очередь доделать сет брони. А это значит снова исследовать ночные локации вампиров и с ними сражаться. Новая пушка показала себя просто великолепно. Стандартных вампиров она уничтожала всего с двух пуль. Плюс я немного улучшил базу. Ведь более половины выживания позади и базу нужно было как-то прокачать. А вот по-настоящему интересные события вернулись к нам на 61-й день. В этот день впервые за все выживание пошел дождь. Это обозначало, что вампиры могли спокойно гулять среди бела дня. Потому что солнечные лучи на них никак не попадали. Несмотря на эту мрачную погоду, сегодня меня снова посетил Уильям. И новости там были интересные. Дождь сегодня пошел не просто так, Зимон. В общем, пришло время. Глава охотников на вампиров хочет тебя видеть. Если бы ты нашел его раньше, то получил бы некий бонус к своему выживанию. Но суть и не меняет. Ты готов отправиться на встречу с ним? Это срочно. Окей, получается я действительно мог его найти, но я его не нашел, ладно. В принципе, сидеть на своей базе в такую погоду не очень хочется. Поэтому давайте туда отправимся. Интересно, будем ли мы бежать или меня... Ага, телепортация. Ребята, мы в какой-то комнате... Ситуация становится хуже. В ближайшее время ожидается появление трех новых видов высшего класса вампиров. Ресурсов становится все меньше. В скором времени может открыться разлом. Вампирный мир, когда это произойдет... Мистер Джон, у меня есть решение. Это Зимон. Я видел, как он с ними сражается. Он... Он лучше из лучших. Может, он сможет? Исключено. Добыть изумрудный чеснок не удавалось никому и никогда. Это слишком опасно. Я не могу допустить незнакомого человека к такому делу. С ним разговаривал Кровиус. Он боялся его. Я... Я видел это в его глазах. Зимон, ты правда разговаривал с Кровиусом? Послушай. Существует только один способ победить вампиров. Это изумрудный чеснок. Выращенный однажды руками неизвестного Сэма. Он имеет невероятную силу. Уильям в тебя верит, но... Веришь ли ты в себя? Собрание окончено. Зимон назначен искательным изумрудного чеснока. Делая все, что можем. Пока можем. Послушай. Изумрудный чеснок это все, за чем я обманул. Охочешь в последние годы. Все, что я хочу, это... Чтобы все было в порядке. Все люди. День за днем я делаю все, чтобы помочь им. Для меня это самое главное. Чтобы найти след изумрудного чеснока, нужно вырастить невероятное количество обычного. Тебе нужно сделать 6 стаков. Я знаю, у тебя получится. Погодите. Он является для нас угрозой. Мы слишком долго сидели в тени. Мы не можем позволить ему уничтожить нас. Найдите изумрудный чеснок быстрее, Зимона. Живо! Это... Это звучало... Я сказал бы устрашающе. Это, конечно... О! Дождь выключился. Это, конечно, мощно. Изумрудный чеснок получается. Это стадневное выживание нравится мне все больше и больше. Надо расширять нашу чесночную ферму. 62-й день. Добыть 6 стаков чеснока было не так просто, поэтому... В первую очередь нужно было расширить ферму. День 63. Сегодня, отправившись путешествовать по миру, я нашел очень огромную локацию. И там даже был подземный данж. Посмотрите-ка, у нас тут, кажется, новые вампиры. Я таких еще не видел. Вот этих вот я видел, но еще с ними не сталкивался. Давай, давай, шуруй к себе туда домой. Сколько у тебя хп-то? О, нормально. Ну, патронов много, конечно, надо. Смотрите, наша задача попасть вот туда каким-то образом, сквозь эти толпы вампирюк. Беги, 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 беги. Не догонишь. Эти летающие глаза, они даже не атакуют. А вот этот, конечно, атакует, конечно, атакует. Посмотрите, какая огромная локация. Тут вообще столько всего, наверное. Это, о, прицел. А это глушитель. А ну-ка, подождите-ка. Вау. О, смотрите, как классно. А на эту пушку можем, например, прицел повесить. Офигеть, отлично. Вы, конечно, знаете, что это. Это локация. Подземный данж для исследования. В принципе, это было логично и предсказуемо. Я даже думал о том, что здесь может быть цифра 1. Ага. Может быть, это лифт? Мы поедем куда-нибудь или что? А, 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 едем. Едем. Нифига ж себе. Смотрите. Воу. Это было необычно. Вот эта локация больше похожа на локацию настоящих вампиров. Сразу будем собирать все, что здесь есть. Вот такой вот у нас топор теперь. Не знаю, зачем он нам. Ага. Эти цвета, они реально больше подходят под именно локацию вампиров. Благодаря нашей пушке мы с ними нормально даже справляемся. Я очень рад, что я ее купил. Без нее было бы прям тяжело. Вопрос только, где на нее патроны находить. Наверное, их снова надо будет покупать. О, смотрите, штанишки. Они, кстати говоря, получше наших железных. В этих данжах нас, конечно, больше всего интересует лут. Сюжет я тут сомневаюсь, что вообще какой-либо есть. Чисто посражаться с вампирами. Посмотреть красивые вот такие вот великолепные пещеры или как это, локация. И найти много всего полезного. Потому что лута здесь реально много. Вот эти ящики, ребят, я уже запомнил, что в них самое интересное и самое классное. Что? А, что за пингвин? Эй! Таких слитков я еще не видел. Окей, это очень необычно. Надо посмотреть, что из них можно будет скрафтить. О, алмазы! О, золото! Блин, вот это, вот это кайф, ребята. С таким удовольствием блоки ни в одном выживании я не ломал. Да тут сокровищница вообще. 64-й день! Помните тот самый заброшенный замок, который мы исследовали в самом начале выживания? Я говорил о том, что, возможно, нам сюда еще предстоит вернуться. Оказывается, в нем был колодец, который тоже ввел в подземный данж. Поэтому весь 64-й день я провел также исследуя очередной данж. 65-й день! Сегодня на мою базу напала огромная группа вампиров. Чеснок более-менее помог. Хотя с высшим вампиром пришлось снова пободаться. На этот раз у меня была серебряная пушка, и все прошло намного легче. На 66-й день я собрал уже 4 стака чистака. Но нам было нужно еще 2, поэтому я решил снова расширить ферму. День 67. Ну что ж, ребята, я наконец-то сделал этот сет брони. Это было очень нелегко. Собственно говоря, вот так он выглядит у меня в инвентаре. И давайте, наверное, его наконец-то оденем. Вот это броня! Вот это настоящая, посмотрите, просто броня охотника за вампирами. С этой пушкой я просто действительно выгляжу невероятно круто. Но помимо того, что она еще выглядит хорошо, она еще защищает просто отлично. Думаю, что скоро мы это проверим. 68-й день. Исходя из диалога Кровиуса, который нам показали, было очевидно, что рано или поздно в нашем выживании начнется какой-то ивент. Я бы сказал, это даже был намек. И именно сегодня на нашей карте наступила полнолуние. Это бы вышало спаван вампиров на 80%. Выставить будет нелегко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Окей, это уже было у нас 2 раза! Что ж происходит-то? Они собираются сломать всю базу. По мне еще молнии фигачат. А ну-ка стоять! Так-так-так-так-так-так-так. Мне это совсем не нравится, ребята. Тут еще налетают вот эти вот мелкие. Ой-ой-ой, что? Все темнеет, экран темнеет. Так, спокойно, вижу одного. Отсюда еще, смотрите, новые какие-то появляются монстры. Ой-ой-ой-ой! Вас еще не хватало, блин, сколько вас тут! Ребята, это просто трэш. У меня два с половиной хп осталось. Вот сейчас выживание реально под угрозой даже с такой броней. Так, уходи! Такой хардкорности и эпичности я не помню давно. Это какая-то осада замка. Уходите! Есть, с одним разобрались. Во всяком случае, у меня есть еще копья. Копья по ним не проходят. Этот день показал, насколько сильные вампиры в этом мире. При самом великолепном сюжете. При многообразии модов и данжей. Не стоит забывать, что это хардкорные 100 дней. В первую очередь, это огромное испытание. По итогам этого дня, всех вампиров победить я не успел. К утру самые сильные пропали. Но за ночь они успели разломать практически весь вход. Еще бы немного, и они бы попали на территорию моей базы. После такого сильного нападения, количество вампиров немного уменьшилось. Это позволило нам снова заняться восстановлением базы. Ох, не знаю, ребят. Когда монстры в выживаниях ломают постройки, это всегда очень печально. Это все восстанавливает. Скорее всего, они опять нападут. И опять, опять. Окей. Семидесятый день. Восстановив немного базу, насколько это возможно, я наконец-то собрал шесть стаков чеснока. На экране мне пришло достижение, а также появился Уильям. У тебя получилось. Ты собрал весь чеснок. Зимон, ты большой молодец. Но теперь самое главное. Давай, чеснок, сейчас я попробую кое-что сделать. Так. Давай, как там это... Так. Готово. О. Да. Чесночный компас. Он указывает туда, где находится изумрудный чеснок. Помни, это очень опасное место. Особенно тем, что вампиры очень много столетий ищут его. И если ты сможешь его найти, скорее всего, они могут за тобой следить. Давай, друг, я желаю тебе удачи. У тебя все получится. Ага. Окей, у нас есть суперкомпас, который должен показать нам на то самое место, где находится этот изумрудный чеснок. На 71 день я отправился по компасу. Что меня могло там ждать, я совершенно не мог предположить. В мыслях был какой-то замок, просто сундук с этим самым изумрудным чесноком. Возможно, вообще дерево. Узнал я только, когда дошел до места. Стоит учитывать, что путешествие было очень долгим. Поскольку вампиры могут достать меня даже из-под земли, учитывая, что они могут ломать блоки. На ночь пришлось действительно соорудить себе нормальную такую базу. Размером она была 3х3 блока и окружена тремя рядами чеснока. Мне повезло, что высших вампиров не было. И я спокойно дождался утра. На 72 день я увидел это невероятное здание. Уважаемые подписчики. Собственно говоря, я пришел. Вокруг, на самом деле, карта уже не так детализирована, круто проработана. Но вот эта локация... Вау. Учитывая цвет колонн, я думаю, что я пришел туда, куда надо. Единственный вопрос, где вампиры? Хотя логично, если Уильям сказал, что они не знают, где находится изумрудный чеснок, то тогда их тут и не должно быть. Это нам задачу упрощает. Это единственный монстр в этом выживании. Окей. Так. Наверное, все-таки лучше бы дойти к основному входу. Признаюсь честно, подозрительно тихо. Напоминаю, что у нас всего одна жизнь. Играем мы в хардкоре. Так. Это что еще было? Ладно. Заходим. И если на нас сейчас вылетит какой-то монстр и уничтожит нас, то допройти мы это выживание не сможем. Ё-моё, сколько же тут золотых блоков-то? Спуск вниз какой-то. Хорошо. И в целом есть ящики даже с лутом. Немного страшновато, ребят, вы уж меня простите. Я сейчас быстренько это все залутаю. Отлично, кстати, патрон на нашу пушку. Но других вариантов нет, я чувствую нам вниз. Какая встреча. Ё-моё. Ну что, Зимун, мы тоже знаем, где находится изумрудный чеснок. Тебе отсюда не сбежать. Ведь моя армия скоро придет сюда. Засекай время до своего проигрыша. Ух ты, ё-моё. Это было неожиданно. Так, получается, сюда скоро придут вампиры. Нам нужно во что бы то ни стало найти, как можно скорее этот изумрудный чеснок. Опа. Так, у нас тут еще одна дверь. Что-то мне подсказывает, ребят, что это какая-то головоломка. Но мы же умные, поэтому спокойно с ней справимся. Хоть. Ай, раз, два, три, четыре. Ладно. Ага. Так, смотрите-ка. Эту штуку можно крутить. Я так понимаю, что когда вот эта энергия достигнет вот... Ага, так не получится. Понятно. В общем, когда эта энергия, я так понимаю, достигнет вот этого вот блока, у нас откроется эта дверь. Кручу-верчу, попасть хочу. Вы это видели? Это что было сейчас? Это вот эта энергия... Это вот эта энергия прорубила вот здесь листву. И тут сундук был. О-о-о-о, офигеть. Чего? Чего? Нет, это, это, нет, окей, это неожиданно. Так. Готово, отлично. Что ж, это было непростое испытание, но... Но мы попали в какое-то новое место. Впереди меня ждал очень опасный и сложный лабиринт. Опасность его была в том, что здесь очень легко было заблудиться. При том, что монстров здесь абсолютно не было. Ой-ой-ой, ребята, я так не люблю лабиринты. Я выживал в одном из лабиринтов 100 дней. И сбегал, кстати, от 100 охотников тоже в одном из лабиринтов. И лабиринты я прям, ну, очень не люблю. Это постоянно очень много ходить. Спавнеры пустые стоят, странно. Так, ладно, лут. На поверхности мира была ночь. Но как бы это было неудивительно, вампиров здесь не спавнилось. Они придут позже. Ах, у нас второй день поисков. Пока что найти изумрудный чеснок мне не удалось. Так, здесь этого еще я не проходил. Ой, ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Изумрудный чеснок. Да ладно, изумрудный чеснок. Ребята, мы смогли его найти. К тому времени, как я смог найти изумрудный чеснок, на поверхности уже были вампиры вместе с Кровиусом. И они готовы были встретить меня, а точнее тот самый чеснок, который им просто был необходим. Иначе весь их новый вид ставился под угрозу вымирания. Ой-ой-ой, чувствую, они уже здесь. Ага, вот и они. Ну ладно, знаете, мы даже патроны лутали, поэтому вы мне не страшны. Окей, думаю, что нужно торопиться, торопиться и бежать. Пока их не стало тут еще больше. 4 хп, блин. Я думаю, выйти отсюда будет непросто. Даже несмотря на нашу крутую броню. Ё-моё. Просто так выбираться, это будет 100% конец. Я уже вижу их. Вот, посмотрите. Самый главный вопрос, они там спавнятся еще больше, мне надо торопиться или нет. Так, 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 выбираемся. Не, 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 не. Спокойно, 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 спокойно. Делаем оборону, и вот отсюда давайте посражаемся. Окей, все, время теперь сваливать отсюда. Теперь отсюда не сбежать. Ой-ой-ой-ой. А вот и Кровиус там был. Ой-ой-ой-ой. Уходим, 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 уходим. Ребята, ребята, 4 хп, 4 хп, убегаем. Ой-ой-ой-ой. Так, стоять, стоять, стоять. Бежим, бежим, бежим. 2 хп, ребята, 2 хп у меня. Нет, убегай. 2 хп, 2 хп, ребята, 2 хп. Нет, 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 нет. Пол хп, у меня одно хп. У меня одно хп, просто, все, просто надо убегать. Надо убегать как можно скорее. Нет, 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 что еще? Подождите, подождите. Кажись солнце еще ушло за тучи. Нет, это дождь. Окей, так, надо просто добраться до дома любыми способами. Путь домой был очень и очень тяжелым. Я старался оббегать абсолютно всех вампиров. И вдалеке даже видел высших. Чудом мне удалось с ними не столкнуться. Добравшись до дома, чеснок был у меня. Опа. Это Уильям? А что у него с лицом? Так, а ну-ка. Зима, я должен тебе рассказать, что произошло. В общем, я заражен. В одной из руин меня поджидали вампиры. Они укусили меня. Мне осталось где-то 5 дней. Так что ты был очень хорошим другом. Я уверен, что у тебя все получится. Скажи мне главное. Ты нашел изумрудный чеснок? Ох ты, ё-моё, ребята. Да, я нашел его. Блин, как же так-то? Вот и хорошо. Моя последняя миссия станет доставить его до Джона. Пока что чеснок на меня никак не влияет. Так что я успею. На изучение этой удивительной вещи нужно будет какое-то время. Капитан Джон с тобой свяжется. Ну и спасибо за все. Прощай. Ребята. Не думал, что когда-то это скажу, но у меня реально слезы сейчас наворачиваются. Не может быть. Это действительно единственный персонаж в этом выживании, который к нам реально по-хорошему относился. Неужели можно было написать такой сюжет? А? Смотрите, как ачивка пришла. Поиск противоядия? Благодаря этой подсказке я пролистал абсолютно все крафты модов, которые были на сборке. Оказывается, от вампиризма было противоядие. И я его нашел. Вот как выглядел крафт противоядия. В первую очередь нужно было сделать исцеление. Конечно же чеснок. Причем жареный. И третье. Самое редкое. Зуб вампира. В этом выживании он падает всего с 5% шансом. Вероятность его выбить за 5 дней достаточно мала. Но я сделаю все, чтобы спасти Уильяма. Ведь в первую очередь он называл меня другом. В первый день поисков ничего не вышло. Я тратил абсолютно все патроны, которые у меня были. Все копии и все стрелы. 78 день. Так. Погодите. Погодите, погодите. Это что? Зуб. Зуб выпил. Зуб. Я выпил зуб. Ё-моё, я не верю в это. Вы сюда не пройдете, ребят. Противоядие оставалось только скрафтить. И надеяться на то, что Уильям еще жив. Как только я его сделал, посередине экрана вылезла плашка. Поздравляем, вы сделали зелье от вампиризма. Ваш друг Уильям болеет. Он все еще жив. Примите решение. Помните, вампиризму можете заразиться и вы. Оставить зелье у себя, отдать Уильяму. Конечно, отдать Уильяму. О чем речь вообще? Зелье пропало у меня из инвентаря. Я мог только догадываться, помогло это Уильяму или нет. Надеюсь, мы скоро это выясним. На следующий день я был снова рад видеть Уильяма на своей базе. Это была просто отличная новость. О, смотрите, Уильям! Ха-а-а! Я очень рад... Юсь? Погодите. Где? Что? Что происходит? Где я? Ух ты. Так, Зимон, ну ты как? Погодите. Все нормально, спокойно. Меня зовут Уильям. Я твой лучший друг. У тебя могут быть провалы в памяти, но такое происходило и не раз. Так что просто осознай. Ты сейчас находишься в безопасности, тебе ничего не угрожает и не опять основа добро пожаловать в реальный мир. Чего? Где вампиры вообще? Почему тут современные вещи какие-то? Почему Уильям разговаривает со мной, как будто бы он со мной не знаком? Так, давайте-ка встанем. Давай, поднимайся. Все объяснить будет непросто. Сейчас мы находимся в самой глубокой пещере, которую только можно представить. На дворе 2961 год. Уже как 500 лет на поверхности творится полный хаос. Это были инопланетяне. Они взяли под контроль всю Землю. У нас не было надежды. До того момента, как мы не нашли тебя. И благодаря этому разработали индивидуальное устройство Зимус. Ты побывал уже в огромном количестве разных миров. Вот он первый. 100 дней выживания на необитаемом острове. Тогда мы только тестировали Зимус и пытались понять, на что он способен. Как ты видишь, сейчас мы пытаемся разобраться с вампирами. Надо каким-то образом найти Сэма. У него находится то, что нам нужно. Ладно, осмотрись пока здесь. Познакомься со всеми участниками нашей команды. И как будешь готов вернуться в Зимус, сообщи мне. То есть, погодите, погодите. Все миры, в которые мы попадаем, они являются симуляцией. И все это время мы подключены к вот этому вот Зимусу. Креслу. Достижение. Добро пожаловать в реальный мир. Пещера реально огромная. Вокруг, смотрите, раскиданы какие-то провода, ящики. И самое главное, здесь есть какая-то огромная дверь. Или что это? Дверь, наверное. Погодите, что вообще происходит сейчас? Счетчика дней у меня нет. Так, это уже мне стало очевидно, потому что мы вышли из Зимуса. Ладно. Так, смотрите, кто-то еще тут стоит. Хо-хо, кто очнулся? Я Томато Вэл. Знаю, ты ничего не помнишь? Мне кажется, я представлялся уже сотню раз. Пусть это будет 101. Так, получается, с ним мы тоже знакомы, ладно? Что это за двери? Видишь ли, Уильям считает, что то, что хранится за этими дверьми, действительно сможет нас спасти от всего хаоса, который происходит наверху. Но было бы странно, если бы я в это не верил, учитывая, что я здесь уже 12 лет. Точно как открыть эти двери не знает никто. Но человеческий вид уже давно вышел за рамки пространства и времени. И мы все считаем, что однажды, среди тысячи миров, по которым ты путешествуешь, мы найдем одну маленькую зацепку. Она может быть вообще с боем в коде, но она может поменять полностью всё. Иначе человеческому виду придёт конец. Окей, расскажи мне больше про сам Зимус. Ну, главный инженер-изобретатель этой машины это я. Хотя, конечно, все внесли большой вклад. Я отвечу на несколько вопросов, которые могут тебя интересовать. Первое. Почему ты ничего не помнишь? Хотя знаком с нами уже больше 10 лет. Мы решили практически все проблемы устройства Зимус, кроме одного единственного. В момент, когда ты находишься там, в симуляции внутри устройства, воздействия на твой мозг просто колоссальные. И твоему организму приходится выбирать. Либо вникать и запоминать то, что происходит внутри симуляции, либо жить в реальном мире, среди апокалипсиса и отсутствия надежды. Давным-давно ты выбрал первый вариант. Во благо человечества и чтобы спасти его. К сожалению, единственная твоя зацепка за воспоминания о том, кто ты на самом деле, какова была твоя настоящая жизнь, содержится только в нас, в твоих друзьях и в твоей команде. Мы единственные, кто может сказать, что... Зимун, это нормально, если ты ничего не помнишь. Так работает Зимус. Так что, можно сказать, что когда ты принимал такое решение, ты нам очень сильно доверял. И, надеюсь, доверяешь сейчас. Второй вопрос, который может тебя интересовать. То время, которое ты проводишь в Зимусе. К чему оно равняется здесь, в настоящем мире? Сто дней, проведенные в определенных условиях внутри Зимуса, равняются всего лишь одному дню здесь. Это трудно понять, но... Ты выжил в гигантском количестве миров. Но мы все еще не нашли то, что нам действительно нужно, для того, чтобы открыть эти ворота и постараться спасти мир. Не буду тебя загружать, а то каждый раз, как я тебе это все рассказываю, ты уходишь достаточно хмурым. И это я тебе тоже говорил. Отдыхай, Зимун. И как будешь готов, возвращайся в Зимус. Это невероятно. Это целая история. Где-то над нами настоящий реальный мир этого Майнкрафта. И мы все свое время свободное проводим в этом кресле, чтобы узнать, как его спасти. Вы вообще понимаете? И почему здесь анимации такие странные? Где я вообще? Блин. Окей, это начало какой-то невероятной вселенной Зимуна. Я хочу попробовать походить сейчас по пещере. Может быть, найти кого-то еще из команды нашей. И, наверное, возвращаться обратно в Зимус. Потому что я так понимаю, что этот вампирный мир нам надо пройти. В пещере больше я никого не нашел. Хоть она и была огромной, многие проходы просто были завалены. Возможно, они откроются в следующих роликах. В рамках продолжения истории нашей вселенной. Я решил вернуться обратно в Зимус, чтобы спасти очередной мир от вампиров. 79-й день. После захода в Зимус я оказался снова на своей базе. Вопрос о параллельных вселенных, перемещении во времени, нахождении в симуляции мы оставим на другой раз. Нужно вспоминать, что мы находимся в мире вампиров, и каждый из них желает нас уничтожить. На 80-й день я решил реализовать свою давнюю мечту. Сделать большую и вместительную часть подземной базы. На это потребуется много времени. Я собирался сделать бассейн, склад и даже огромный зал. Особенно пока мы ждали изучения чеснока и дальнейших сюжетных поворотов, можно действительно было заняться тем, что вы все так любите. Настоящим выживанием. В этом видеоролике я вместе с командой использовал новые приемы монтажа. Например, некоторые спокойные кадры по исследованию мира, строительству, абсолютно без моей озвучки. Чтобы вы могли немного отдохнуть от моих слов и насладиться атмосферой этого вампирного мира. 84-й день. Меня снова посетил торговец. Я закупился как надо на все алмазы и на все железо. Так, ну, знаете, скорее всего нас впереди ждут серьезные битвы с вампирами. По-другому здесь не выжить. 85-й день. Если вы помните, при исследовании одной из локаций я увидел вдалеке заброшенный маяк. Пожалуй, сегодня мы попробуем сходить его исследовать. Этот маяк очень огромный. Я думаю, что он на самом деле меньше. Ладненько, знаете, я думаю, что лучше бы до него нам, конечно, доплыть. Сейчас добудем дерево и сделаем нашу лодочку. Отлично. Окей. Интересно, что на нем там есть. Опа-на. Вампиров тут уже много. В принципе, с кем я только не справлялся, с этими тоже, я думаю, проблем не будет. Оп. На месте. Я эту дверь открывать не хочу. Но у нас нет вариантов. Вампирюги, блин. Прямо сейчас вы сражаетесь с самым настоящим Зимоном. Ух. Врачся. Лут это всегда приятно. Патроны. Отлично вообще. О. Тут огромная дырка. И лут, кстати говоря. Я думаю, что на самом деле выживание уже очень-очень скоро закончится. Маяк действительно был очень и очень длинный. Подниматься пришлось долго. У меня же голова сейчас закружится. О. Лестница. Ящик. Патрон алмаза. По стандарту. О, давайте только наверху без сюрпризов. Хорошо. Вроде бы все. Мы на маяке. Отлично. Посмотрите, как здесь высоко. Так, записка. Сэм обожал этот заброшенный маяк. Он проводил тут очень много времени. Когда Сэм пропал, маяк стал излучать красный свет. Возможно, это как-то связано. Знаете что? Я мало что знаю вообще в принципе о Сэме. Даже не знаю, как он выглядит. Но как будто бы. Если возможно, он связан с этим красным светом. Может быть, Сэм это вампир? Но я его еще ни разу не встречал. Давайте до конца попробуем пролутать маяк. Возможно, найдем что-то еще. Больше записок найти я не смог. Поэтому решил поскорее возвращаться домой. И вся эта история с Сэмом до сих пор оставалась для меня большой загадкой. На 86-й день с хорошими новостями меня посетил Уильям. Он сказал, что охотники закончили изучать изумрудный чеснок. И теперь мы знаем, где находятся главные вампиры. А также Кровиус. Уильям также намекнул, что мы приближаемся к концу выживания. И он останется на базе до того момента, пока я не буду готов отправиться на финальное задание. Сделать я это могу даже в самый последний день. Хорошо. В этом выживании было абсолютно все, кроме игры с друзьями. Итак, я решил позвать сюда своего друга. Никто мне не запрещает этого делать, поэтому встречайте. Вы его все знаете. Мой друг Томатик. Ой, нифига ты клоун, ты че делся так? Да нормальная. Тут у нас пшено. Это еще что есть тут. Погоди, стоп, подожди. Это че чеснок? После этого я с тобой вообще общаться не хочу. У тебя еще, наверное, изо рта воняет. Ээээ... Такая вот у меня база. Я даже не знаю, что тебе ещё показать. Эээй, ты где? Ладно, вот ещё, да. Это интересное место. Это недавно я построил супер подземный этаж. Подожди, сколько времени ты на эту базу вообще потратил. Щас 89-й день. Томат, вылези из бассейна. Так, вот. Вот это возьми, без этого тут вообще не выжить. Томат, ну отстань ты от твоих сундуков. 91-й день. Побращавшись с томатиком, я решил наконец-то доделать тот самый топор. Который собирался еще сделать 40 дней назад На 92-й день я копал ров вокруг своей базы А на 94-й день он меня спас 96-й день Сегодня я решил не делать ничего Просто насладиться красотой этой карты Еще раз побегать по знакомым уже давно местам И вспоминал, что же нам пришлось пройти в этом выживании И на 97-й день решил отправиться на финальную битву Отлично, мы все здесь Сегодня мы должны победить вампиров Мы должны спасти наш Майнкрафт-мир Изумрудный чеснок у нас Это многого стоило Отдельное спасибо хочу сказать Зимону Я надеюсь, что сегодня мы все останемся целыми Ну все, Уильям Да, ребята, мы на вас надеемся Нам нужно добраться до Кровиуса и победить его Зимон, подойди, возьми это Кровиуса можно победить только этим предметом Ну что ж, у нас все получится Вперед Погнали! О, ребята, судя по всему, это финал И сейчас мы доберемся до этого злодея Кровиуса Который хочет просто превратить весь мир в руины Сражаться с этими монстрами нелегко Как будто бы больше ГП стало Проходим, проходим, проходим Давайте, 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 давайте Ё-моё Смотрите, я вижу какую-то комнату Нет, нет Так Закрылась дверь Добро пожаловать в замок-вампир Я смотрю, Зимон, ты не послушал меня За это тебе придется заплатить очень высокую цену Уильям, блин, как же так? Судя по всему, сражаться нам придется один на один Он еще и заспавнил своих помощников, ё-моё Два с половиной хп Пол хп, пол хп Давай! Ты... Ты так, наверное, и не понял, Зимон Ты все это время искал, Зимон Класса говорили найти его Кто мог подумать, что Зимон в свое время Уже у меня Я жив, жив Все хорошо Это невероятно Мы победили вампиров Недельку-другую я оклемаюсь Ну а ты большой молодец Ты сделал очень много для нас Ребята, вы в порядке? У нас... у нас получилось На 98-й день я вернулся домой С наступлением темноты небо больше не становилось красным По миру начали гулять стандартные Майнкрафт-мобы Криперы, скелеты, пауки Это вернуло Майнкрафт к настоящему его состоянию Уильям поблагодарил меня за все, что я сделал И подарил мне свой меч На 99-й и 100-й день я строил статую Уильяму Как настоящему другу На этом 100 дней в мире вампиров подошли к концу Вселенные говорят о сотнях миров Которые спрятаны за временными линиями судьбы нашего героя В нем есть что-то, что заставляет его искать Искать путь, у которого нет конца Разблокирована ачивка Вселенная Зимона Субтитры создавал DimaTorzok